Всем привет! Сегодня мы поговорим о родах в Аргентине, о плюсах, о минусах, не просто так, ну, плюсы и минусы рода в Аргентине, да, и о вашем проекте, который вы реализовали здесь, хорошем благородном проекте, как я его считаю. Итак, в Аргентину приезжают с 22-го года очень много россиян, это началось, я так понимаю, все с февраля прошлого года, сначала вторжение, и Аргентина переживает очередной бум, когда из России, из Украины и из других стран приезжают сюда, в том числе для того, чтобы родить и получить гражданство для ребенка. Причем ездят сюда не только с прошлого года, с этого столетия, а еще. Был бум в Аргентину в 19-м веке, и евреи приезжали, и россияне, и граждане Советского Союза, и после развала Союза. Я вот здесь встречал очень много украинцев, то есть все время сюда кто-то приезжает. Расскажите, пожалуйста, для чего вы сюда переехали, и чем вы занимались до переезда в Аргентину? Виктория? Жизнь свою жили счастливую до переезда в Аргентину, собственно. Такой повод у нас и получился, потому что мы счастливую жизнь тоже жили. Переехали в Аргентину, мы здесь с сентября решили переехать, потому что я 24 февраля, у нас было две замечательные новости. Да? Да. Вторая – это человек в положении. Ты узнала? Да. Вот так. И мы начали думать о том, ну как бы, что нам теперь со всем этим делать. Снаружи и внутри. Да, снаружи и внутри. Да, куча событий. И нам друзья подсказали, у них была годовая девочка, и они нам подсказали, что когда Наталья была в положении, они искали варианты, где можно родить, рассматривали разные страны. И, собственно говоря, остановились в выбор на Аргентине. Но, как они сами сказали, у них не хватило духу, чтобы сесть в самолет, прилететь в Аргентину и рожать в другой стране. Они в итоге остались в России. Но мне сказали, что просмотрите этот вариант. Мы обсудили с Ярославом. Подумали, что правда классная история. Потому что мы, в принципе, всегда обсуждали, ну сколько мы знакомы. Мы говорили о том, что неплохо было бы, где не будет пожить в другой стране. Был бы интересный опыт. А тут как-то все так очень аккуратно собралось воедино. И у нас практически не осталось никаких вариантов, кроме как садиться в самолет и лететь. Наверное, значит, наверху подумали, что тут они долго собираются. Давай им сделаем так. Давай им два сюрприза сделаем в 24 февраля. Да. Мы так и шутим сейчас, что Анна Ярославовна у нас ждала-ждала-ждала какое-то время. Потом такая, вот сейчас они меня точно увезут. Вам и, собственно говоря. Это конечно, ты сейчас рассказала о своей дочке, которая живет Анна, и о своем супруге Ярославе. Которая зовут Ярослава. Вот так легко презентовала свою семью, которая сейчас находится по ту сторону камеры. Вот они рядом, дети играют. Супруг успокаивает ребенка. Идиллическая картина. Да. Варвара, расскажи по себе. Расскажи, когда вы переехали в Аргентину? Постоянно мы приехали, как открыли границы после пандемии. Это ноябрь 2021 года. То есть раньше было все так жестко закрыто? Да, здесь сразу закрыли границы. Я не знаю, сразу, не сразу, но, наверное, сразу. А почему Аргентина? Почему не Чили, не Уругвай, не Мексика? Мы с супругом много раз приезжали в Аргентину. То есть не первый раз? Не первый раз, это не первая поездка. Мы много раз приезжали перезимовать лето российское в Аргентину. Да, вы приезжали раньше сюда. Сколько раз были в Аргентине до 2021 года? Раза 4-5, наверное. И по несколько месяцев. Кто-то из родственников есть? Да, у меня дедушка аргентинец. Дедушка аргентинец? Да, у меня дедушка аргентинец. Он из Аргентины поехал в советское время учиться в РУДН. Отучился в РУДН и потом уехал жить в Коста-Рику. И, соответственно, в Аргентине у меня очень много родственников. То есть он приехал в Россию, в советский советский, пожил, забрал туда твою бабушку? Нет, не забрал, не пустили бабушку. Бабушку не пустили. Родил мою маму. Родил мою маму, бабушку не пустили. Ну, в советское время тяжело было понять, почему люди уезжают. И дед уехал в Коста-Рику. И, собственно, там у него новая семья. А ты с ним виделась? С кем? С дедушкой. Да, 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 конечно. И дедушка. Дедушка очень любит Россию. Он достаточно часто приезжает в Россию. Приезжал, уже давно не был, до пандемии он приезжал в последний раз. И даже в Аргентине мы с ним виделись в каком-то году. То есть он тебя уговорил сюда переехать? Нет, он не уговаривал. Просто у меня брат 11 лет здесь живет. Вот брат просто взял сорвался. Не могу сказать, почему. Он поехал сюда, просто взял сорвался. Он у меня музыкант и так вот остался тут. Хорошо себя, хорошо устроился. Вы планируете остаться здесь? Да, мы, в принципе, сюда ехали не ради того, чтобы родить, а ради Аргентины. Беременность, просто так совпала вторая беременность, и мы немножечко ускорились. А первая ты рожала в России? В России, да, у меня первый сын. Напоминаю, что мы ведем трансляцию из детского садика. Они же ясли, третья, 3-12 месяцев. Радуга. Папы сидят с детьми, мой сын гуляет с мамой, с супругой. Да, что там я хотела спросить? Непростые условия у нас. Непростые условия у нас, да. Как-то живем, как-то живем. Счастливо, я бы сказала. Счастливо, если честно. Мне правда? Жарко, наверное, сейчас. Достаточно. Терпимо. Терпимо. Сколько сейчас? 35, наверное? Плюс 35. Те нет, наверное. Влажность очень высокая, поэтому прям, может быть, такая температура и легче бы переносилась, но выходишь как будто в хамам. Я считаю, что январь 23-го года, плюс 35, на улице хамам. В комнате работает кондиционер. В комнате лучше. Мамы счастливы, дети довольны. Как работаете? Супруг в компьютере. Что-то делает в компьютере. Супруг что-то делает в компьютере. Аналогичная ситуация, супруг что-то делает в компьютере. Аналогичная ситуация. Он занимается балетом? Нет, нет, сейчас занимаюсь. Другая немножко специальность. Около балетного? Совсем нет. Хорошо. Так, значит, для... Я не умею общаться. Вот говорили же, я сразу все путаю. Я не умею общаться. Что ты перепутываешь? Супруг какой-то хренит. Он Роми рассказывает. А, я тебе рассказываю. Рассказывай Роми. На самом деле это я, валерина, да? Я, да. А супруг Марти родил. Да, да. Ну, слушай, там, наверное, я не знаю, где-то его называют. Так, давайте, значит, да. По поводу виз в Аргентину. Для россиян не требуется виза. Она есть. По месту ты приезжаешь, ее получаешь на 90 дней. Потом ее можно, несложно, говорят, продлить. Вы продавали? Мы хотели. Вы хотели? Да. Да, достаточно. В принципе, одного желания уже миграционную службу достаточно. Вас, скорее всего, отсюда не выселят, не заставят покинуть Аргентину в течение какого-то времени. Я просто по образованию юриста. Я видел, как это делается в Москве. Здесь все гораздо лояльнее и проще. Это точно. Да. Значит, в начале января вышла статья в Guardian, журналисты которой интервьюировали, в том числе, российского консула. Я правильно его называю, да? Да. Георген, заведующий французским отделом. Первый секретарь. Первый секретарь. Добрый Советский Союз, да? Да. Георген, понял, он вот он сообщит о том, что от двух до двух с половиной тысяч человек приехало в Аргентину. И среди них он выделяет особое большое количество женщин, которые приходят сюда рожать. Ну, то есть вас и вас, и тех, кто еще не приехал в Аргентину, чтобы родить. Есть такая знаменитая личность в Аргентине Кирилл Маковеев и его агентство Ру Аргентина. Он сообщает, что за прошлый год он порядка ста семей проконсультировал по родам. Журналистка, моя знакомая Екатерина Базанова, она общалась с одним из руководителей госпиталя в Реводавии. И ей сообщили, что за прошлый год в Реводавии 78 российских, просто говорящих, роженец родили. Вот такая информация. Я думаю, будет еще больше в этом году. Будем бить рекорды. Возможно, пока люди смотрят наш эфир, они уже покупают билеты. И если бы ваши знакомые не решились сюда приехать, но ведь за них приехали вы, то... Ну, мне кажется, они как минимум погуглят. И приедут сюда, да? В общем, сейчас Аргентина переживает родовой бум. Да, пользуются тем, что можно приехать сюда без визы, в том числе и для граждан Белоруссии. Сейчас у нас по российскому паспорту порядка 80 стран, это для россиян. Сначала февраля некоторые европейские страны усложнили процедуру въезда. В свои европейские страны, страны Шенгена. По аргентинскому паспорту можно порядка 70 стран посетить гражданам Аргентины. Родители аргентинцы со временем получают паспорт аргентинский, если хотят его, и также могут путешествовать. Могут или не получают? Могут или не получают, да. Вы будете получать? Мы, да. Мы будем подавать документы. Мы, на самом деле, сначала не планировали совсем подавать на гражданство. Ну, как вообще сама идея, что ребенок сразу получает российский паспорт? Ой, российский, аргентинский паспорт. Подожди. Как вам идея, что ребенок получает аргентинский паспорт сразу? Она заставляет задуматься о переезде? Меня нет. Потому что... Потому что дедушка вы... Ну, даже не дедушка. Мы просто ехали в Аргентину. По большому счету, было все равно. Нам главное было легализоваться каким-то образом. А сейчас уже... И, значит, ребенок получает сразу гражданство, а родители получают вид на жительство. Или ВНЖ, ПМЖ. Ну, да, ВНЖ, ПМЖ. И видите, это все в виде документа... Как называется? ДНИ-карточка. Причем в стадии, пока мы уже подали документы на получение вида на жительство, мы уже можем... У нас есть Прикария документно выдается государством. И мы можем работать, открывать счет в банке. И какие-то еще иные... А, мы можем выезжать за границу и уже возвращаться сюда не как туристы, а как... По Прикарии? Да, по Прикарии. Мы не смотрим, что там написано. Прикарии может быть написано, не выезжайте, да? Да, может быть. Хотя, сколько в Аргентине способов легализоваться знаете, да? Я какие-то разные цифры слышала. От 14 до 28. Вот я как-то не знаю, роды, замужество. Что называешь курс песок? Рода замужества. Здесь все примерно такое. Так, когда мы приехали, было примерно 140-150. Официальный курс песок доллара и неофициальный это 2080-300. Сейчас он поднялся еще или опустился. Также примерно, да, где-то выше 14 курсов, выше 14 способов легализоваться в Аргентине и получить вид на жительство или гражданство. Да, ну, получаешь вид на жительство, живешь с этим видом на жительство какое-то количество времени и потом получаешь возможность для того, чтобы подать документы и рассмотрели все твое дело, ну, твое заявку на получение гражданства. Ну, можно и с ВНЖ, в принципе, ну, например, нам, как родителям аргентинцев, можно и с ВНЖ, в принципе, оно у нас постоянное, мы можем прекрасно себя чувствовать и легально находиться на территории Аргентинской. Я хочу сказать, что за окном у нас лето плюс 30, плюс 35, мы все в шортах, включен кондиционер, вот, поэтому мы чувствуем себя здесь хорошо, правильно? Это прекрасный выбор, я думала недавно, когда у меня подруги, ну, когда знакомые все в Москве начали выкладывать торисы, у нас снег, у нас снег, у нас снег, и я поймала себя на мысли о том, что, господи, как же это замечательно, что я с младенцем сейчас в Аргентине, потому что от момента появления желания выйти из дома, намерения, до выхода из дома может пройти реально 2 минуты всего лишь. То есть ты одеваешь на себя шорты, кладешь ребенка в коляску и выходишь на улицу, а зимой в Москве такое, в принципе, невозможно. Мне кажется, что там пока ты оденешь младенца, пока оденешься с ума, пока выйдешь, вам уже, собственно, пора обратно подниматься. Пока тебя перебью, напоминаю, что мы ведем трансляцию из детского сада. Русская говорящая язельная группа от 6 месяцев до 12. Добро пожаловать. От 3. Хорошо, от 3 до 12 месяцев. Слушай, да, наверное, пока в зиму соберешь шикландку, уже пора снова укормить. Да, конечно, да, там уже все случилось, все, что могло, и тебе пора обратно. Да. Вы пользуетесь услугами, да, в Аргентине же много есть лиц, которые недавно живут, либо недавно, но уже помогают вам переехать с переездом, с фотографированием, с переводчиками, с услугами переводчика в роддоме, с посещением госучреждений. Вы пользовались кем-то? Ну, во-первых, потому что, когда мы сюда приехали в ноябре, еще не было такого количества. Был Кирилл. И... Еще раз давайте. Вы сами все делали? Сами ходили в роддом? Да, 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 мы сами ходили, мы не пользуемся ничьими услугами, даже переводчика. Когда мы все это делали, ходили в роддом... Что, еще можно? Можно на миг, аначе? Ну, скажи, а как ты сама... Ну, хорошо, вы пришли в роддом, вы пришли в роддом, и там... Как вы разговаривали? На английско-испанском. На английско-испанском? Да. Это было что, Google Translate? Нет, английский-испанский. Это был супруг... Английский-испанский. 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 Были проблемы с тем, чтобы... Не было ни разу. Это можно сказать плюсом, да, на тот момент, что... То есть у вас были какие, государственные, либо частные? Нет, я в частном. Мы ходили в частные, я в частный кабинет, я ходила к врачу и рожала в частном госпитале, и в Суису-нотернидад. Клиника в Суису-нотернидад. Сложности не было? Были сложности. Не было сложностей? Я клинику неправильно сказала. Ничего страшного. Я очень плохой, я говорю. Я все, я все. Что ты переживаешь? Ты не переживай, мой хороший. Мы тебя вообще заблюем. Давай ты сядешь, пожалуйста. Давай ты заблюем. Я и женщина. Мне надо сидеть в секторе на теле. Еще с некоторое время вы поменяем его. Смотри, я все загадила. Я все интервью загадила. Нет, не загадила. Послушай, смотри. Во-первых, есть искусство монтажа есть. Понимаешь, такая история. Тебя вообще заблюрят. Так что не переживай. Надо просто сказать, что ходили сами. Но сейчас проблема, что русские сами, как-то даже не там стоит. Тебя просто не тратят, но это пользуются. Да, бюро и среди голоса есть. Ну давай. Будешь, что у нас какая-то неоманима. Посмотри. Мы здесь же не на первом канале, где там все проверяется. Я понимаю. Расслабься. Давайте перезапишем, что ли, этот кусок. Пожалуйста. Не-не-не, мы его так расставим. Не надо оставлять, пожалуйста. Не надо. Почти, тебя никто не будет проверять. Может, ты что-то скажешь? Шаг лево, шаг право. Не свис, а привода или, например. Нет, я просто госпиталь неправильно назвал. Чуть-чуть, чуть-чуть. Почему? Ты же в связи была? Да, но мне так называется. Ну все. Или потом просто напишешь, как называется госпиталь, а я в комментариях и напишу, что да. Что типа вот такой госпиталь. Извините меня, пожалуйста. Так получилось. Не за что извиняться. Ну, насколько я понимаю, в марте, когда ты рожала, здесь еще в принципе только начиналось. Поэтому я хотела сказать, что в марте, когда мы ходили по врачам, декабрь, январь, февраль, я не знала ни одного переводчика, я не могла найти в интернете ни одного переводчика. Я хотела, по-честному, хотела взять переводчик, чтобы походить с ним по нескольким госпиталям, но я просто в YouTube не нашла. И помогаторов такого количества, я на самом деле, больше не было. У Кирилл были, были помогаторы, но там и цены немножко другие. Ну ты какие цены слышала тогда и тогда? Я не знаю, сколько сейчас стоят услуги именно помогаторов. Да. Одна девушка, вот да, одна девушка, она за часовой перевод дала в то время 100 долларов. 100 долларов. 100 долларов. И просто перевод. Я знаю девушку, которая берет 25 долларов. Вот. Так я знаю девушку, которая берет 850 песо. Ну да. Но это уже сейчас, когда нас стало много, рожающие кето услуги стали постребованы, популярны. Я думаю, со временем появятся переводчики, которые будут доплачивать, чтобы ты их услуги не воспользовалась. Ну сейчас еще много переводчиков появилось. Наверное, они были, но… У меня 6 долларов она берет, да. Да. Есть же переводчики, которые пожили здесь в неделю и уже готовы переводить. Да, есть те, кто… У меня 6 долларов. Ну тоже 6 долларов. У меня 6 долларов. Я посмотрел цены, примерно от 1000 до 8 и выше долларов берут компании под ключ. До 17-ти. Это не выше, до 17-ти. До 17-ти. Да. Пока готовился к выпуску, уже до 13-ти ставка поднялась. Возможно, когда вы приедете сюда к нам в Аргентину, то будет уже 20 тысяч. Если мы говорим просто о переводе, у услуг переводчиков, кто ходит в госпитале, спровождает народом и так далее, то час стоит 5 долларов и до бесконечности. И до бесконечности. До 100. Я даже видела где-то 150 долларов. В среднем это, наверное, 25-30, хотя сейчас может быть повыше уже. Слушай, я так понимаю, услуги помогаторов есть просто пойти в госпиталь, это не квалифицированный переводчик, он… Да. Потом есть услуги, которые включают все себя. От встречи в аэропорту, от карточки для проезда по городу, подарят тебе, да. Фотосессию устроят, познакомят с врачом. Да, цветы принесут. Цветы принесут, да. На выписку. Тут цены, ну, наверное, тысячи или полторы. Мне кажется, там… Ну, да. Ответственно. Там пакеты, разные пакеты. То есть можешь взять, чтобы… Подарят тебе цветы или не подарят. Типа тому. Типа тебе надо, чтобы тебе в Москве помогали с документами или не надо. Тебе надо, чтобы тебе там, не знаю, цветы, например, привезли, чтобы тебя встретили или не надо. И, ну, насколько я видела, потому что, когда мы решали, ну, принимали решение там о родах, мы тоже смотрели, конечно, про все эти фирмы. Потому что, когда ты в первый раз просто, ну, прикасаешься аккуратненько к этой теме, тебе кажется, что это просто какая-то… ну, это нереально вообще, в принципе, сделать самому. И нужен помогатор. Потом ты начинаешь погружаться в эту историю и начинаешь изучать, задавать сама себе вопросы, искать на них ответы. И у тебя складывается очень четкая картинка, что и как. Потому что, когда мы уже приезжали, собственно, вот Варя первопроходец, ей было, наверное… Ну, не первой, конечно, проходец, но… Ну, сейчас информации уже гораздо больше. Сейчас очень много информации, потому что в чате все… Какой чат ты говоришь? Роды в Аргентине с солнышком который. Роды в Аргентине… Не путаете, да? Да. А сколько сейчас в нем человек? Три с половиной тысячи больше, по-моему, да. Когда я туда вступала, там было пятьсот человек. Я посмотрел, сегодня утром там было 3744 человек. Батюшки свет, мы все пропустили. 3700. Тихо все. Нет, мне нравится, я пойду. Давай. Догоняю и причиняю добро. У нас новые гости, пока Варвара пошла кормить ребенком. Настя, ты давно в Аргентине? С мая месяца 2022 года. И родила ты? В июле. 14 июля, может быть. В Фернандесе. В Фернандесе. А почему Аргентина? Ну, на самом деле мы выбрали Аргентину, когда еще не была даже беременна. То есть мы планировали, что если у нас все получится, то мы хотим родить ребенка в стране, где можно дать ему второй граждан. Не, первая. Первая. Российского, да. Вот. А если дальше заходить, то, в принципе, мы когда с моим мужем познакомились, у нас было условие, что мы, в принципе, перейдем в другую страну. То есть это был план вообще. Его знакомство началось с... Сейчас, подожди. Мне тоже надо будет скоро. Его знакомство, знакомство с супругой с тобой началось с того, что никогда не желаете переехать в Аргентину? Нет. Вообще, в принципе, в какую-то другую страну. То есть мы рассматривали много чего, и Европу, и так далее. Потом случилась пандемия, и все закрылось. А потом мы решили, что мы можем совместить приятное с полезным. Не просто куда-то переехать, а еще и, если родить ребенка, и воспользоваться. То есть вы готовились? Да. И тут так совпало. Закончилась пандемия, открыла Аргентина границы, и мы, значит, беременны. Так вот все, и... Так мы шли. Да. Планируете ехать обратно в Россию? Нет. Мы тут пока осели. А, вы пока здесь? А вы? Мы пока тоже осели. Угу. Хорошо сидим. Расскажи про ваш проект, который вы как бы... Благотворительный. Благотворительный проект. Вы решили... Когда, у кого появилась идея, когда вы реализовали, когда сделали первые шаги, и на чем стоите сейчас? Ну, так где-то по осенью, в сентябре-октябре ко мне обратилась Аня. Она переводчик. Она преподает, кстати, русский язык в университете. То есть она живет здесь, да? Да. Она живет здесь больше 20 лет. Угу. Это та самая первая, ну, скажем так, из последних первая волна русских эмигрантов. Это было конец 90-х, начало 2000-х, была большая волна. Ехали после развала СССР, очень много сюда русских приехало. То есть примерно с 91-х по 2000-х год, да? Ну, да, где-то, да. Очень много тогда приехало тоже. То есть вот когда я ходила на одно из интервью в Migration, они как раз говорили, что сейчас они переживают вторую похожую волну, как было тогда. Тогда столько-то много народу было, да? Да. Но тогда поехали там и без интернета, и без чатов, без вообще, без всего люди. Очень смелые люди. То есть никакого рода в Аргентине 3744 человека? Из закрепов. Да, которые могут, да, все рассказать, все показать людям. И фразы, да, это уже обсуждалось выше, смотрите. И самое главное, друг с другом здесь познакомиться, как-то связаться. Совершенно случайно люди, да, мне рассказывали, что в магазине где-то услышали русскую вещь, вот так вот знакомились и... Подходишь, так слушаешь, да, по-русски говорить, можно познакомиться. Да, да, да. Вот, она из своей волны, и сейчас она, у нее самой, насколько я знаю, но это лучше бы она, конечно, рассказала. Хорошо. Она предложила, что тебе? Давайте, что-то сделаем хорошим. Она регулярно, она здесь давно живет, и она регулярно со своими подругами, говорит, проводит благотворительные акции для домов престарелых, там, много чего. Она предложила, говорит, давай проведем акцию. Это как раз совпало, когда мы тоже вот начали активно модерировать уже чат, начал расти чат, появились админы, и вот как мы тут сами встретились в очередной раз в госпитале Фернандес, случайно причем, и она… Ну, так, в принципе, и случается. Случайно, господи, Фернандес, я вчера в магазине Кота случайно, там было две пары, вот обменялись контактами, и так все случайно происходит. Ну, нет, Аня, я до этого знала она, потому что была у меня переводчиком, я ее приглашала в своего. И вот потом встретились, она, как бы, сопровождала одну из девушек из моего родного города Красноярска. Вот. Все, давай уже. Да, и она предложила, говорит, у меня есть такая идея, что давайте-ка для бесплатных госпиталей, потому что количество рожениц растет, которые хотят в бесплатных государственных клиниках, в госпиталях рожать. Музыка большая, а они все-таки, как бы… Не резиновые, да, наверное? Ну, не то, что не резиновые, у них гособеспечение, и оно такое… То есть им, в первую очередь, она сама, когда в народах присутствовала, она видела, что бывает, там, привозят экстренно роженицу, которая, там, не планировала сегодня рожать, у нее с собой ничего нету. Говорит, а в больнице все равно, вот ребенка приняли, им надо во что-то его одеть. Ему нужно памперсы дать. Да, честно говоря, я помню, что, когда я сама рожала, я положила все, а памперсы забыла. Но мне же ребенка выдали в памперсе, его же, там, не оставили без памперса, да, потому что мамочка забыла в попыхах. А муж присутствовал, наверное? Да. Точно, хватит. Точно, хватит. Точно, хватит. Говори-ка мне вот так, все, работа. Сейчас, подожди, успокойся. Ну, иди развлекай девушку, что ты? Ну, все, нормально же, эй! Папа здесь! Девушка на безопасную шею. Что вы сейчас говорите? А, что? А, не папа, а папа рядом. Папа рядом. Папа рядом. Где-то рядом, да. Ну, и вот Таня предложила, говорит, собрать там вещи какие-то, ну, во что могут одеть ребенка, когда он родился, там, памперсы, и передать там Фернадо Суревадае просто как помощь. И когда мы эту акцию объявили, появились люди, которые сказали, мы не можем, у нас нет там, вещей лишних там, ну, или мы еще не родили, или там кто-то рожал даже в частных госпиталях, ну, и что? Он говорит, мы же тут живем, мы хотим тоже помочь. И предложили деньгами. Так у нас получилось, что акция разрослась, что собирали не только, и собирают не только памперсы и вещи, и не только для ребятишек, но и для рожениц. Там, ну, какие-то тоже необходимые предметы, тот же бандаж после операции. Часто передают такие. Или гигиенические какие-то вещи. Да, да. Ну, точно. И финансы. На деньги мы купили то, что попросили, то есть сами госпитали. Аня обратилась к руководству того и того, говорит, что вам нужно. Ну, вот, у нас есть, мы хотим. Короче, про какие госпитали я говорю? Фернандес? Ревадавия, Фернандес, и сейчас вот у нас уже Дюран, потому что его сначала не сильно, как бы, много кто знал, но сейчас там количество рожениц тоже растет. Это государственные, да? Это государственные, да. То есть, давайте скажем, что в Аргентине можно родить в частном госпитале за денежные средства и можно в государственном, чем пользуются и россияне, и в принципе, и сами аргентинцы, и соседних стран тоже собирают звези и рожают. Да, и свиньи, 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 и свиньи. Сейчас, надо меня уже спасать. Варя пока отправляет. Давай, расскажи пока им. Ну, спросили, что конкретно нужно, что мы приобретем все. Потому что отдавать просто деньги, как бы тоже раствориться в госпитале, а хочется помочь именно родильному отделению и там неонатологии, ну они озвучили, что им нужно, мы им купили по монитору КТГ и лампу купили, лампы еще вот не отнесли, первое, то что видео снимали, там относили вещи, памперсы и вот эти КТГ аппараты маленькие. Сейчас, ну и потом вот деньги еще были, оставались, они попросили лампу, по две лампы каждый госпитал купили, и сейчас вот у нас на очереди Дюран, то есть вещи мы продолжаем собирать, деньги тоже, ну Дюрану оборудование, они сказали, нужно только одно, это прям аппарат КТГ, большой монитор, да, то есть не просто как бы ручной. Какая сумма у этого, 300 с чем-то тысяч песо, но у нас почти 200 уже есть, то есть остались еще и сейчас вот люди уже пожертвовали, то есть еще где-то нам 100-150 тысяч песо всего собрать. Ну, порядка тысячи долларов, если доллары переводить, чтобы понятнее было. А, ну, аппарат стоит, да, а всего собрано, кстати, было у нас уже порядка полутора тысяч долларов мы собрать, наверное, да, из-за того, что уже куплено, да, куплено, и то, что еще лежит на счете, на счете установлено в кошельке. Так, давайте так, у нас, значит, гости будут меняться постоянно, потому что детей нужно кормить, давайте сейчас обсудим вопрос с пациентом, наверное, давайте о недостатках поговорим, да. Потом Роман сядет. Потом Роман сядет, и мы с ним продолжим по акции, да, и Роман про акцию продолжит. Так, мы обсудили сейчас плюсы-минусы, мы обсудили плюсы, мы обсудили плюсы родов в Аргентине, это гражданство, это возможность в государственном госпитале родить, довольно-таки квалифицированные врачи, с которыми можно общаться на английском, на испанском. Есть и последние месяцы, особенно, проявляются, и негативные стороны, и минусы родов в Аргентине. Вот для меня такой знаковый, это я, наверное, у вас в чате увидел, точнее, мне супруга переслала. Уважаемые пациенты, если вы не говорите по-испански, приходите, пожалуйста, с переводчиком. На чистом русском написано. На чистом, да, с запятыми, да, через дефис, да. Что вы можете сказать об этой стороне? Нет, поначалу мы сами даже призывали, наверное, много людей приехало, а сейчас получается, что есть какие-то совсем приятные стороны. Ну, конечно, это, на самом деле, ситуация, она давно развивается, но так как народу все больше и больше и больше и больше, когда ты приходишь на прием, не владея испанским языком, хорошо, на достаточном уровне, чтобы говорить какие-то медицинские темы, естественно, у вас больше времени с врачом уходит просто на коммуникацию, на простое понимание друг друга, то есть вы не медицинские вопросы обсуждаете, а вы 50% времени обсуждаете медицинские вопросы, а 50% времени занимаетесь переводом. Да. И, соответственно, так как, ну, когда это один человек в день, допустим, да, еще аргентинские врачи, ну, видимо, нормально к этому относились, принимали и ничего не говорили по этому поводу. А когда это одна за одной, одна за одной, я, когда я ходила по врачам в сентябре, у меня, ну, начинала ходить по врачам, да, в сентябре, да, в сентябре, да, на дородовые приемы. У нас, ну, если я кого-то встречу в коридоре из русскоговорящих, то, ну, это редкость была, короче, большая. Когда я рожала, мы потом рожали в неонатологии, этого же госпиталя, в котором я рожала, это через два месяца было конец октября, начало ноября, то уже ты каждый раз, когда выходишь в коридор, ты встречаешь кого-нибудь из русскоговорящих одного, двух, трех. Я думаю, что в государственных госпиталях примерно такая же история. К чему это? Когда такой человек один в день, то приемы затягиваются в два раза, и это не страшно. А когда таких пациентов в день, допустим, 3, 5, 8, и у всех затягивается прием в два раза, потому что они пришли без переводчика, ну, мне кажется, это чуть-чуть too much для врача, поэтому они, ну, как бы, они принять они не могут, они обязаны принять. У них нет варианта не принять пациента, и они вот таким образом как-то все это стараются регулировать, и, собственно говоря, это для них сейчас единственная возможность, в принципе, для того, чтобы работать с русскоговорящими, потому что, правда, я даже, даже с переводчиком я ходила на прием, и первый прием, например, в госпиталь, да, когда ты приезжаешь, у тебя уже есть какая-то история, у тебя есть обменная карта, анализы, узи, обследование и так далее. Первый прием у врача занимает примерно 40 минут в час с переводчиком, потому что у тебя смотрят всю твою обменную карту от и до. Которую ты из России привезла? Которую ты привезла из России. Все твои анализы, обследования, все это смотрится с учетом того, что я сама владею английским языком, это все было переведено, ну, до какого-то степени, да, там самые важные вещи на английский. И я была с переводчиком, прием занимает 40 минут в час, соответственно, если переводчика нет, то вы с плечом пытаетесь объясниться с помощью Google Translate, врач что-то там переводит какие-то, в общем, через Google Переводчик тоже, и, ну, в общем, что-то на пальцах, и это все. В коридоре стоят недовольные люди, которые... А в коридоре стоят недовольные люди, которые потом на этого же врача пойдут жаловаться, потому что он долго принимает, очередь очень большая. Такие случаи тоже есть, когда на врачи в государственных госпиталях пациенты жаловались за того, что они очень долго сидят в очереди. Я слышал такой случай, я не уверен, что он был, но что, наверное, русскоговорящие пошли и пожаловались главврачу на гинеколога, или кто принимает. Да, да, да. Потому что он опоздал, да. В общем, это часто они же, да, он опоздал, видите. Ну, не врач опоздал, а долго принимал, а не ждал. Нет, нет, врач просто опоздал. У него там была какая-то... Они просто стояли там час-два, и он ждал. Хорошо, мы с Аней вот ходили, и мы ждали, но мы не ходили, не жаловались. Как считаете, насколько правильно приехать в другую страну, пойти в госпиталь и еще на врача пожаловать, что он... Пока, потому что мы считаем, что это неправильно. Конечно, это неправильно, да. Да, да елки-палки. По поводу количества, кстати, то есть одно дело, когда количество усилило значительно желающих сюда приехать и рожать, и не только рожать, а просто по другим основаниям здесь, в Аргентине остаться, как роте и так далее. С февраля пошла там волна легкая. Ну, то есть она... А сюда ездили много. То есть я знаю, у меня одногруппница приезжала, восемь лет здесь назад рожала, и как бы я у нее консультировалась. То есть это было здесь, было это распространено, после февраля усилилось. А с сентября... Когда началась мобилизация. Да, просто начался такой вал, потому что вот даже Саня с переводчиком МГЛ, она мне как-то поделилась, что она одновременно в Фернандесе, помню, то ли восемь, то ли десять человек в регистратуру записывала. То есть одновременно, в один день, в одно утро, один переводчик, десять русских женщин. Ну, это вот... И поэтому, конечно, появились такие одновременно. Они, в Ривадаве, они появились еще весной. Да, да, кстати. Да, да. Да, я помню, что когда уже они говорили, что они принимают без переводчика. А Фернандес тебе позже? Еще как-то да, они еще дюрандес. Да, может быть, Фернандес не такой популярный был, и туда меньше людей приходило. А сейчас Фернандес, ну, как бы, грубо говоря, распиарили внутри русского говорящего комьюнити, туда повалил народ. Сейчас в дюранде, и я думаю, что ждем, когда такое же объявление появится в дюранде. Еще хочется сказать, что оказались не готовы не только госпиталя местные, да, но и российское консульство и посольство. Смотрите, у нас снова новый гость. Мы Викторию отправили к ребенку. Напоминаю, что трансляция идет из детского садика. Радуга. Есть сильная группа 3-12 месяцев. У нас новый гость Роман. Роман – один из людей, которые участвуют в этой акции по помощи местным госпиталям. Для меня было необычно, что они называются здесь в госпитале. Я понимаю, что либо это роддом, либо поликлиника, либо больница, а здесь в госпитале. Мы уже общались с Анастасией по поводу вашей акции. Расскажите, как ты оказался здесь среди этого прекрасного населения женского, который рожает. Расскажите, как ты… На самом деле мы тоже сюда приехали рожать. Мы еще, получается, после февраля, но еще до сентября, мы это взвешенно обдумали, приняли решение и потихонечку готовились. То есть мы как раз приехали сюда 10 сентября. То есть вы начали готовиться в начале года? Да. Мы начали… А, да, получается, мы узнали о беременности в начале февраля, потом узнали не менее прекрасную новость о… О 24 февраля? О 24 февраля, да. А она вас ускрипила, скажи как? Поторопила, может быть? Ну, как бы, что есть, то есть, да, просто начали обдумывать другие варианты. Ну, моей сестры, знакомая, сюда приехала рожать, с сестра вместе с ней ездила ее поддержать здесь. Вот, поэтому, то есть уже была какая-то проторенная дорожка. Вот, и они поделились своим опытом. Оказалось, у них все так страшно, как об этом пишут в интернете, как обычно. Никого здесь не убивают на первом углу. Вот, и, соответственно, мы тоже решили, собрались, подготовились полноценно, да, там и финансово, и документально, что немаловажно. И приехали сюда, а потом узнали про мобилизацию, да, и честно порадовались тому, что мы уже здесь. А, то есть вы приехали 10-го? Вы приехали после февраля, но до мобилизации? Да, до мобилизации, да. Потому что некоторые говорят, что вот приехали эти мобилизации, нет. Вы приехали до нее, да? Ну, да, мы планово готовились и планово приехали. вот но просил как бы мобилизация показала количество желающих которые начали рассматривать аргентину карта что сквозь иметь человек у нас семье четверо четверо сколько выходит месяц у вас в долларах проживание нас семье четверо но живу здесь я пока один мы уехали россию время посмотреть вот так вот у меня нормально все получается единственная конечно была проблема найти жилье когда мы приезжали сюда еще плюс минус уже был какой-то ажиотаж и складывался и цены начинали расти а когда я вот смотрел для себя на период то уже цены как-то неадекватно на мой взгляд вообще поговорим о минусах потом вернемся о минусах значит жилье до жилье началось все с того что риэлторы и помочь наши помощники риэлторов скажем так которые посредники да русскоговорящие они прекратили показывать жилье и начали говорить о том что слишком большой спрос мы не успеваем давайте сразу бронируйте депозиты 200 300 долларов все нормально как бы потом если что вернем но мы все равно несколько раз ходили посмотрели на жилье и не все так хорошо как они описывают были случаи что привели совсем не то что было на фотографиях поэтому я не знаю это надо быть смелым чтобы решиться там удаленно да что-то согласовать поэтому изначально сюда приехали на две недели взяли airbnb у вас получилось у вас карты мы после февраля успели оформить еще по нормальным ценам какой банк какая страна казахстан казахстан а у вас есть какой-то хорошо вот получилось у нас через airbnb на две недели взять и заодно мы ознакомились с районами и потом уже определились с очень скажем так а мы жили первую неделю в отеле сняли через российский сайт заплатили рублями переводе на этот и нормально у вас как вышло первое время бронировали то есть у вас тоже карты есть а или позавтра за нас заплатили ну про rb на самом деле и вот этот тоже есть история за то мы до которые предварительно получается не в юнику родили приезжали сюда раньше они заплатили за все время за три месяца и оказалось квартира ну визуально так же но по комфорту получается очень шумно вот и чтобы отменить это большой штрафы airbnb и как бы там путем договора договоров с хозяйкой да им удалось было бы говоря отменить остались там два месяца да и уже не искали через местных местных риэлторов да это один из минусов сейчас цены на жилье растут и мне кажется часть из них обоснована именно ажиотажа не думаешь прям такой силу спрос каких ценных еще примерно говорим за двухкомнатная квартира и двухэтажные есть понимание односпальные и студия и студия ну мы снимали порядка в эльгра на порядка 1000 долларов сейчас я думаю от 1200 и выше и выше разумеется я могу сказать вот про студии да вот мы на airbnb снимали студию за сколько за две недели 500 долларов но это понятно это рбн б посуточно а сейчас раньше была студия около 500 400 500 долларов а сейчас от 700 студия за такой скачок пропорциональный хороший давай закончили тем и точно так возвращаемся расскажи про вот как богаты цена на самом деле идея благотворительной акции ну для меня и так скажем так это попытка поддержать русской комьюнити здесь да и отношение к нему вот просто на фоне негативных новостей о том что там наши соотечественники и русскоговорящие да там не хотели там например ставить прививки да что здесь регулируется законом и там какие-то были конфликтные ситуации там с врачами да то есть они пытались не зная там языка в том числе да что вы уже обсуждали пытались еще в момент родов там да какие-то свои комментарии вносить да там что не знаю то не делайте это не делайте вот это все негативно начало отражаться в целом на комьюнити отношение к русским да потому что если вот девчонки приезжали начале года да то русские как бы рожающие здесь были как-то интересно необычно да то сейчас это получается очень много и сразу какой-то негативный оттенок имеет да потому что вот вы обсуждали варина врачей жалуются и подождать не могут и против прививок и там без переводчиков до бесплатных госпиталях и отношения такое что здесь как бы почему-то не знаю им должны да мне такое личное мнение сложилось вот и поэтому как бы услышав об акции то что вот есть какая-то возможность да как-то положительно показать в том числе русской комьюнити в целом да в аргентине в буэнос-аарисе да во мне нашло отражение этой новости положительную да я с удовольствием как бы участвовал и помогал и вещами и соответственно мы ходили в госпитале я видел как врачи приятно это восприняли соответственно потому что я на самом деле как бы вы уже обсуждали что русских раньше было меньше сейчас вот на улице встречаешь пока мы шли вот тоже ребят встретили которые с ребенком пообщались то есть становится все больше и больше и даже мы сентябре приезжали как это было не так много сейчас больше поэтому не хотелось бы многие приезжают как бы и положительно все проходит у них но не хотелось бы чтобы какой-то негативный след именно по национальному признаку да там или по языку скажи а сейчас вы у вас какой-то счет есть или вы собираете у кого-то это дома то что можно подарить и госпиталю или есть какой-то есть какой-то список еще кстати того чтобы нужно купить что можно вам принести памперсы прокладки да все девчонки у себя дома собирают и памперсы и бодики и какие-то гигиенические вещи там после родов до женщинам и плюс справа спрашиваем у самих госпиталей да что нужно потому что многие хотят помочь деньгами у нас основатель чата алексей он собирает деньги соответственно и там разные форматы и наличные и какая-то форма отчета вас предусматривается если например человек деньги сдает что-то может это видео вы же видео снимаете да еще конечно фото видео все все квитанции чеки само оборудование которое она закупает она всегда мне посылает чек оплаченный фактуру вернее конечно все предоставляем слушай если кто-то за все это в чат выкладываем и в чат выкладываете рода аргентина выкладываете в чат то есть человек захочет то он может смотреть что на что его шли пошли его конечно конечно вот мы когда хотели уже в реводай фернандес итогом фотографии выложили и печень документы уж не выкладывать если надо но отчет сколько было собрано денег сколько мы потратили сколько еще осталось и сколько нужно еще до собрать если есть желание еще кому-то поучаствовать теперь для госпиталя дюран им нужен тоже аппарат ктг который только подороже что это могло назвать из того что захочет человек но не деньгами например подарить что-то купить что можно что там 5-6 категории вещей которые можно было бы ну это одежда для младенцев новорожденных от 0 до 3 месяцев это памперсы одежда врача мы покупали костюмы не только врачам но и к тем кто сопровождают ее потому что предоставляет каждому сопровождающим каждом переводчик а если они еще вдвоем приходит два костюма на одну рожающую женщину это мы тоже закупали это вообще расходный материал который можно тоже вести вас татья ну довольно хорошая журналистская работа на самом деле мне принципе сама статья понравился с разных сторон освещен был этот вопрос опыт личный и кириллу тоже эксперт организации ну да да и комментарии как раз георгия полина тоже там был то есть но так со всех сторон тема освещена в общих чертах но не дали рассказали немножечко про это явление вот и потом эта статья была переведена на испанский язык она также была переведена на русский и в рбк опубликовал не ожидали где в инфобай опубликовали где да 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 ну вот на большом ресурсе и в инстаграме было большое обсуждение местные писали комментарии различного толка в том числе и что вот они приезжают и грубо говоря если так обобщить то не хватало нам еще и русских по наехали да да аргентина для аргентинцев бауэнос-айрес для бауэнос-айресов но там разные конечно такого не было это это неправда там были разные мнения там были конечно и те кто говорил что как бы ну мы же в принципе страна эмигрантов и у нас тут все демократия и свободы и так далее приезжайте кто хотите конечно пожалуйста но так как демократия мнение поляризовались кто-то говорил что понаехали и вот на наши налоги грубо говоря рожайте государственных госпиталях что это такое и в частных госпиталях тоже нагрузка огромные то есть местные старые оказались недовольны как правое крыло можно сказать сейчас вспоминаю что в россии ведь тоже были недовольны порой когда и на этом соединять и печали гастарбайтеры и говорят что там вот понаехали тут не дают нам работать хотим работать сторона стройки дворниками мешают нам отнимают нашу работу сейчас получается некоторые аргентинцы и говорят что вот про наехали россияне и заняли роддома и мешает совершенно ну то есть и там еще говорили о том что цены на аренду взвинченные мой сарси но это логично до рынка законы рынка высокий спрос соответственно растет предложение цены поднимаются и так далее местные на местных это тоже сказывается от эти высокие цены на аренду и они этим тоже оказались недовольны естественно логично если русские приезжают и готовы там снимать за тысячу полторы тысячи долларов в месяц то ты очень маленького количества аргентинцев есть вообще в принципе такие деньги они видели наверное может быть и не видели никогда поэтому они конечно это тоже недовольны то что хотелось бы еще наверно добавить то что и частные госпитали также реагируют на большой спрос они увеличивают цены ладно цены да как бы здесь инфляция но начали появляться депозиты которые вот даже когда мы рожали еще не было все связано с тем рассказывают что многие приезжают и не оплачут полностью счета родили да и и один из ну примерно да и потом вот они говорят платить ангар нечем да и также ситуации были с жильем они въехали как бы платить они нечем но здесь ситуация да с тем что как бы трудно выставить особенность у тебя ребенок когда тебя трудно из квартиры выставить даже если не твоя нужно право пользования как бы она отправом собственности главенствует право пользы кстати хороший момент я помню месяца три назад я шел по улице и заснял репортаж когда семью и вы че выселяли в центре города это три-четыре семьи они жили 40 лет в этом населенном в этом доме у них не включили свет и газ не были газы баллон и вот приехала полиция омон местные росгвардия местная с чиновники с грузовым автомобилем помогали выселяться я общался с местным у них магазинчик был он мне рассказал на испанском что вот сложно так выселить и получается россияне некоторые этим пользуются либо не платят за роды не платят за жилье таких случаев мало надеюсь их будет еще меньше и вообще не будет но они они к сожалению есть не очень ну и сальфан и ради уже землята слухами полностью у нас правильно соответственно вот у нас например сейчас очень большие сложности с тем чтобы снять долго времени на аренду мы хотим снять на долговременную аренду на сколько на три месяца сейчас у нас на три месяца на нужно заканчивается и мы хотим снять квартиру от трех лет ну дом квартиру там Ну, жилье, в общем, в аренду взять, и, соответственно, у нас уже сорвалась одна сделка. Как вы ее искали? Фейсбук? Да, агент проб, зона проб, фейсбук, в общем, ну, везде искали, нашли, уже договорились, договорились, уже посмотрели дом, договорились с агентом, уже нам даже подсказали, что можно сделать гарантию, мы уже готовы были сделать эту гарантию, и нам все понравилось. На следующий день пишем риелтору, говорим, все, мы готовы приезжать, приносить залог, подписывать договор, причем до этого мы обсуждали, какие документы будут нужны, а она говорит, что, ну, извините, нет, нам нужно, чтобы у вас было ДНИ, был аргентинский счет, движение средств по этому счету, мы говорим, ну, подождите, мы же раньше обсуждали, ну, как бы, другое, и вы говорили, что этого будет достаточно, и мы даже сходили и сделали гарантию для того, чтобы можно было арендовать это жилье. Ну, не единственный случай, у меня знакомые тоже практически уже дошли до сделки, и когда там, я думаю, когда риелтор уже начал общаться с хозяевами, непосредственно, могло повлиять на... Слушай, ну, можно сказать, что тем, кто сейчас планирует сюда переехать, подумайте, перед чем сюда переезжать, вот такие вам могут быть сложности. Могут возникнуть, да. Ну, что, я помню, поначалу первые, там, три месяца, казалось, как все здорово, как прекрасно, врачи принимают фруктов, море, тепло, хотя была зима, мы просто приехали в конце мая, вот, июнь-юль здесь была зима, но было все нормально, красиво, и потихоньку открываются другие, другие виды, другие понятия. Если раньше, там, мы просто приходили в госпиталь и шли к врачу, там, до ротов, первый месяц после, там, у него онтология, сейчас мы нужно на испанском языке, нужно позвонить, договориться, записаться к врачу, чтобы тебя приняли. Разные появляются моменты и с жильем, и с записью к доктору. И с оплатой госпиталей. И с оплатой госпиталей, да. Я бы хотела добавить о том, что все присутствующие сегодня на интервью, на нашем, делали это без каких-то, без помощи каких-то фирм. Вот этими руками. Вот этими самыми руками, вот этими самыми глазами. А некоторые их услуга беремочек. Не прибегали. Ну, у нас был только переводчик, переводчик на первый визит в госпиталь, дальше я ходила сама, потому что у нас был англоговорящий доктор. И у нас был переводчик на роды, естественно, естественно, потому что, ну, я не представляла себе, как я могу родить там на языке, который мне неродной, потому что я не прогадала. Как понять по-испански тушься-тушься, что от тебя хочет врач-то? Ну, да. Миля, дыши, дыши. И, собственно говоря, мы не прибегали к услугам никаких помощников, информации море, надо только сесть и поискать. Это делается, ну, довольно-таки быстро сейчас уже, потому что... Ну, допустим, да, мы у нас в нашем чате собрали прям все, что могли собрать. Все-то будет в описании. Все, что могли собрать, мы собрали, это вся информация есть, куча обсуждений, ищущий ты найдешь. Я хочу просто сказать еще, что, мало того, что все реально самому сделать, но это мое исключительное мнение, если ты сюда едешь и планируешь здесь оставаться жить, то надо делать все самому, чтобы понять тонкости, чтобы научиться общаться с людьми, понять, как с ними взаимодействовать. Здесь совсем другие люди и совсем другая система, не как Россия. Но они, в общем, они вот такие или вот такие? Нет, в общем, они, конечно, они открыты, но... Приходите в мой дом. Да, это прекрасная нация, они очень интересны, я до сих пор к стыду своему, очень мало знаю на испанском, но где бы я ни оказывалась, чаще всего, единичные случаи были за эти, там, 5 месяцев, когда, ну, отказывались от коммуникации со мной, да, чаще всего они приложат все усилия, максимум стараний для того, чтобы понять тебя, что ты хочешь ответить. Они будут с тобой общаться через гугл-переводчика, на пальцах, пантомимы, как угодно. Очень гостеприимная нация, правда, замечательные люди, улыбчивые, потрясающее отношение к детям, восторг совершенно. Я когда своим подругам рассказываю, что здесь можно кормить груди практически везде. Ну, не практически, я кормила везде. Да, моя супруга тоже так делается часто. Да, мне все говорят, ну, те, кто, как бы, сталкивался с этим, проходил этот этап в России, они говорят, господи, есть же адекватные люди на свете. Меня вращаются, я один раз выставили из кафетерия. Ну, не выставили, попросили, либо закруглиться, либо будьте добры. Да, а здесь это, я думаю, вы тоже должны понимать, что, видеть, что здесь это совершенно... Ну, здесь беременные, здесь kids-friendly, dogs-friendly. Да, никто не будет косо смотреть на плачущего ребенка, например, они будут говорить, что... Они подойдут и начнут все успокаивать ребенка. Причем люди разных возрастов. Да. Я видел взрослые мужчины к нам подошли, когда я шел с ребенка, подошли, такие взрослые дядечки, я думаю, они сейчас мимо, нет, они подошли, специально, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Еще и ноги будут целовать твоему ребенку. Да, и молодые ребята подходят, да. Плюс здесь всякие прайды, парады бывают. Да, я очень удивилась, что... Ну, ладно, взрослые люди там останавливаются на твоего ребенка, ай, какие глаза, какая красивая... Идет молодежь, не знаю, 12-15 лет, да, такой возраст, когда на все пофиг. Да, пофиг, на все пофиг. Идут такие вот, видят ребенка, ай, какой ребенок, и начинают... Удивительно, удивительно, у нас воспитание. Это воспитание здесь? Да. Ну что, давайте заканчивать нашу трансляцию из детской ясерной группы. 3-12 месяцев. Да, 3-12 месяцев в Буэнос-Айрес, 23-й год, январь. До встречи. И, Эль, что-то еще? А, нет, ну что сказать? А, мы это сказали? Конечно. А что это? Подожди, а что это? Все сказали? Я опять все испортила, да. И все классно? Подожди, а что это такое? Я не понимаю, можно... Перестанцию контролировать? С третьей попытки мы заканчиваем наш выпуск детской ясерной группы. А я только разогналась. Да, я вижу, что только разогналась. Все, пока, всем спасибо. Ссылки будут на группу Роты в Аргентине в описании. С солнышком. Да.